Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте! В эфире Минска городское управление МЧС. В студии Анастасия Гарбер. Более двух тысяч ста пожаров и загораний потушили с начала года столичные спасатели. Минск чрезвычайный. В минувшую пятницу утром помощь огнеборцев потребовалась в квартире дома на улице Антоновской. По прибытии подразделения МЧС на место вызова из окна на втором этаже шел дым. Спасатели проникли в квартиру по трехколенной лестнице и устранили возгорание имущества в кухне. Известно, что к пожару привело нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ. Предполагается, что по этой же причине горела кровля общежития Белорусского национального технического университета по улице Сурганово. Еще до того, как работники МЧС прибыли на место, из здания были эвакуированы около 300 человек. К счастью, никто не пострадал, а пожар был оперативно ликвидирован. Проводя огневые работы, не забывайте соблюдать правила безопасности. Два серьезных пожара были зарегистрированы в минувшие выходные в советском районе столицы. Первое возгорание произошло в субботу днем на улице Собиного. Огонь охватил имущество в подвале частного дома. В итоге было повреждено имущество, закопчен подвал. Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки электрообогревателя. Рано утром в воскресенье стало известно о пожаре на улице Гала. Тут горело имущество в жилой комнате трехкомнатной квартиры. И в этом случае предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Минск чрезвычайный. Вчера же днем спасатели тушили пожар в одной из комнат девятиэтажного общежития на улице Солтеса. В жилой комнате двухкомнатного блока сгорелось имущество на площади 12 квадратных метров. Работники МЧС спасли 60-летнего нанимателя, которого с ожогами и отравлением продуктами горения увезли в больницу. Также из здания были эвакуированы 30 человек. Причина этого пожара устанавливается. О происшествиях все. Соблюдайте правила безопасности, не рискуйте собой и своим имуществом и слушайте нас в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.